Всем привет! Прошло уже три месяца, как Барри Каримович покинул Москву и улетел с сыном в Калининград, где находится до сих пор. Недавно шоумен, страдающий от проблем с памятью, неудачно упал и получил травму ноги. Сейчас Алибасов может передвигаться лишь при помощи инвалидной коляски. Бывшая невестка Барри Каримовича, Виолетта Гришина, опубликовала в личном блоге фото и видео с шоуменом, на которых видно, что он, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, старается вести активный образ жизни и проводит время с внучкой Амелией. У Амелии такое трепетное отношение к дедушке. Она его так слушает, ловит каждое слово. Поделилась Виолетта в личном блоге. К слову, сейчас вся забота об Алибасове легла на плечи его сына и, надо сказать, Барри-младший старается сделать все, чтобы поставить папу на ноги. К Барри Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога, женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к вип-пациенту. В последнее время Барри-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимания отцу. Но, как видим, это не так. И Барри Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца, рассказывал адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин. Отметим, что недавно наследник 73-летнего шоумен приобрел отцу дом в Москве на тот случай, если родитель надумает вернуться в столицу. Даже не знаю, когда он сможет вернуться в Москву и захочет ли. Но я обязан организовать ему эту возможность. Чтобы ему было хорошо, мы скинулись с родными и приобрели ему недвижимость в Петрово-Дальнем. Это 40 минут до центра. В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату и кабинет, в котором будут собраны изобретения для тренировки памяти. Все это обошлось мне в 58 миллионов рублей. А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция, заявлял сын Барри Каримовича. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!